Самый лютый экспонат, который я здесь обнаружил Такие машины в России никто не делал Мы в прошлом году таких сделали две Самая быстрая нога на Диком Западе Вот все варианты, пожалуйста, обивочки Это какой-то старый древний Гелендваген? Почему он такой убогий? Я бы, собственно, с удовольствием пожал бы руку Всем привет, с вами Макс Борода Сегодня мы не у меня в пикап-центре Сегодня мы привезли этого красавца Рыкс в цвете Гидроблю В Ротфронт Гараж Это наш старый проверенный друг Дмитрий На установку доп. оборудования Но поставщик, мы понадеялись на его слова Не привез волненно доп. оборудования наше Ты знаешь, что я единственный, кто верил в тебя И мы решили не расстраиваться Провести он небольшую экскурсию Почему очень любим сервис этот? Обратите внимание, как ребята относятся к чужим автомобилям Ни на одном диле, наверное, сейчас этого нету Ну, есть, конечно, там, наверное, на дорогих, на супер То есть, в принципе, никаких супер работ проводиться не будет Здесь будет устанавливаться рэмбар Гоурина Будет на нем ставиться доп. свет, люстра С электроприводом, чтобы можно было в кнопке одна из аукс Нажимать, и эта балка падала в кармашек По мне так супер Дима ни разу нас не разочаровывал За долгие годы работы Мы подготовили у него кучу рэмблеров Он обслуживает и мерседесы Джипы, рэмы Он не обслуживает только бмв Делайте выводы, ребят Все, погнали дальше Итак, знакомьтесь, Дмитрий Наш давний товарищ Которому мы при покупке автомобилей рэнгеров Отправляли их на ТО, на доработки Какие-то новостроения всяких неполадок И Дима, я думаю, единственный человек в этом городе Который конкретно об этом волочет Ответственный, к которому ни разу не было претензий Считаю это супер показатель Дим, расскажи, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь Давай с этого Мы находимся в родственном гараже Это такое секретное и в то же время Достаточно доступное место Для тех, кому интересно что-то про автомобили Здесь есть зона хранения Где находятся автомобили наших клиентов Наших друзей Они здесь, например, как сейчас В зимний период просто стоят и ждут сезона С большинством автомобилей, которые здесь находятся Мы работали, либо мы их строили И реставрировали с нуля И вторая часть этого помещения Занимает наш сервис Который уже больше 15 лет занимается автомобилями Преимущественно Jeep Wrangler Ну и, соответственно, автомобилями Dodge Ram Которые, в общем-то, являются нашей тоже профильной маркой Моделью А на чем ты ездишь? И достаточно нам интересные Так сложилось, что, поскольку я, казалось бы, должен был ездить на Wrangler, наверное Но совершенно случайно мне попался, назовем его, наверное, царь мопаров Да, из середины двухтысячных Это автомобиль Dodge Ram с мотором 8.4 от автомобиля Dodge Viper Была такая версия Вот, соответственно, он появился в продаже Мы его схватили Ну и больше никого не отдавали Коробка какого сейчас стоит? Коробка там четырехступенчатая Автомат, да? Самая мощная Автомат, да С автоматом они выпускались только два года В 2005-2006 году И, соответственно, в длинной версии Так они были короткие На механике Скажи, у тебя есть система безопасности, стабилизация есть в этой машине? АБС, все Он иногда, конечно, не работает, но сейчас работает Агенте на машине 8.3, у него, по-моему, 500 сил, да? Да, 505 сил, задний привод Задний привод? Нет антибукса, да? Нет уже Нет антибукса, конечно И он ездит в дальней зимой На работу, с работы и подзирал Ну, есть блокировка заднего моста Она очень спасает Чтобы бочком в чучу валять Ну-ка, еще разок крутишь бочком Закрутим И газ, газ, газ У нас весь прошлый год И, собственно, это еще началось с позапрошлого года Мы готовили ряд автомобилей Их было семь автомобилей Для большого волейбительского ралли На Памир То есть мы делали два классических Порше Серии 930 Два Мерседеса поколения W126 Один Defender И один Chevrolet Silverado То есть эти машины... А годы какие? Вот Defender Silverado Ну, Порше 87-89 год Мерседесы, соответственно, это 80-е года Silverado 96-й год То есть это и Oldtimer, и Youngtimer, да? Ну, это скорее Youngtimer, да И ребята потом на этих машинах Их перевезли в Казахстан Они на них сели и поехали По, собственно, Памирскому тракту Заездом во всякие интересные места В Ферганскую долину Озеро Сыкуль Под Пик Ленина мы заезжали И все это на заднеприводных Классических машинах На практически штатной резине Штатной подвески БМВ были, нет? БМВ не были И слава тебе Господь Слушай А Oldtimer, Youngtimer По годам как они? Youngtimer, который менее 40 лет А, менее 40 Да А, я думал, что 30 почему-то Да, Oldtimer и уже, соответственно, типа полтинник Ну, например, есть же классические автомобили И легковые машины старше 30 лет Ну, вот это особая серия А грузовики и автобусы У меня просто есть автобус классический Это старше 50 лет Ты не можешь везти автобус классический Нет, большой ГДРовский автобус Робор у меня есть Ты не можешь его везти Вот, типа, без Евро-5 и Глонасса Пока ему не будет 50 лет Она сейчас в музее, да Пассажир Сатранса стоит Ну, и на парады ест Дим, я так понимаю, что Судя по надписям на Порше и на Рос-Ройсе Эти машины участвовали в ралли Да, эти машины были брендированы под... Это, соответственно, ралли, которое было там неофициальное, а дружеское Оно было придумано, но они захотели брендировать машины, чтобы все выглядело по-зроскому, интересно и классно То есть этот Рос-Ройс, соответственно, на британских номерах Он был привезен на полноты самолетом И оттуда поехал по маршруту Вот, соответственно, Порше Сафари находится наверху Эта машина вообще была разобрана до болта На ней делался кузов На ней мы ставили подвеску Мы занимались двигателем на нем, увеличенный объем Она полностью... вот все днище защищено полностью? Тонки решиты со спортивными сидениями Стоят распорки под капотом Стоит спортивная подвеска на кайловерах Ты 400 рублей вложишь где-то, да? Ну, как боевые отремонтировали, да? Четыре-четыре, которые... Такие машины, насколько я знаю, их в России никто не делал Мы прошлого таких сделали две То есть они сейчас продаются в Европе Многие тюнинг-отелье европейские начинают делать Они продаются на аукционах Но у нас, по-моему, никто сафари не делал То есть мы, условно говоря, первые, кто сделали, наверное, в России сафари Примерный бюджет постройки, можно сказать? Ну, три цены такого автомобиля А сколько стоит такой автомобиль? Ну, такой автомобиль, вот, последнее, что привозят Со всеми растаможками, ну, наверное, там, 8-10 миллионов он получил 8-10 миллионов, можно взять 9, да? Качество из машины примерно 20 миллионов рублей Вот это... охранить, да? Можно взять себе роль хорошее Да, ее можно делать проще То есть делать, например, подвеску и все И поставить большие колеса Она уже будет выглядеть, ну, как-то интересно Здесь сделано вот максимально все, что соответствует этому образу И подвеска, и двигатель, и салон, и освещение И даже багажничек есть деревянный Очень круто Да, остальные машины, ну, вот, например, стоит купе 126-ое Здесь было регламентное, можно сказать, регламентное обслуживание двигателя Где мы его переуплотнили, настроили То есть такие машины обычно привозят как раз в зимний сезон Чтобы спокойно на них заказать запчасти оригинальные У 126-ых основная проблема, что у них там все на вакууме Нужно устранить все подсосы и потом, соответственно, его настраивать Вот этим достаточно часто нам приходится заниматься Слушай, а почему он ее так сделан? Она так и должна быть А, реально? Если ты посмотришь, она там тоже шагренью Да, то есть это как бы вот такой декоративный пыльник Вот эта юбка, она на многих машинах сделана шагренью Мы сейчас пойдем еще за что? Мы там можем, да Там еще штук 8 по 6 стоит разных Гимбалы, не гимбалы, там охренеть что творится Слушай, а дорогое содержание вообще? Расходники там? Ну, смотри Сколько ты на нем ездишь То есть вот есть, например, ну, есть там турбо, да И турбо обычно вот сейчас в Петербурге появилась возможность Выезжать на трекдень на ту же гору То есть ты можешь выехать на этой машине, соответственно Перегрыть на ней тормоза, улететь в кювет, ну, в грунт Там, развернуться пару раз и тебе будет дорого ее содержать Если ты ее, например, сделал Ну, я по городу езжу И она стоит на хранении, ты там ездишь на Нижнее шоссе Я в ресторан на ней иногда Ну, я не знаю, что такое дорого Смотря в каком она у тебя состоянии И как часто тебе приходится И в каком ты хочешь, чтобы она была Просто поддерживать, грубо говоря, формулу рабочего автомобиля Как правило, эти машины все на входе требуют вложения И ты потом уже не будешь задумываться о поддержании формы Тебе нужно быть готовым, приобретая такую машину, ее починить А это все бывает по-разному Это сделано, да, такие решетки здесь Это для чего они? Ну, это чтобы направлять поток воздуха на охлаждение тормозов Да, прям на современных машинах Какого года эта машина? Ну, это уже поколение 993 Это последняя 911 Porsche с воздушным охлаждением Это где-то начало 90, 93, что-нибудь такое, да Прикольно Итак Самый лютый экспонат, который я здесь обнаружил Если честно, я забежал, не обратил внимание А потом Дима меня ткнул носом И я потерял дар о речи До сих пор запинаюсь Потому что это Mercedes-Benz C-класса 63 Black Series Машина в оригинале с проверем 25 тысяч Машина была ввезена Растаможена Чистая белая пушистая Респект громадным владельцу Вообще настоящим мужчинам Машина эта очень отличается передним бампером Здесь убраны были противотуманки Поставлены громадные воздухозаборники С радиаторами С пульками какими-то, да С радиаторами, да В капоте Тоже у нас два отверстия Видимо для вентиляции Для хорошей У этой машины Оригинальное расширение Поскольку это Black Series Перед расширился на 28 миллиметров А зад на 42 У нас есть здесь 19 колеса Спереди 255 и 35 19 А сзади у нас идет 285 и 30 19 Спереди у нас идет 6 поршневая машинка АМГ Громадные тормозища Диски разборные, тормозные Стоит ковочка АМГшная Сзади офигенский Офигенский Бампер Спойлер Идеальный автомобиль вообще И самый трушный мотор У меня в году в 17 по-моему Был R-класс R-класс 63 Морседес, кто знает Это семейный минивенчик Это мой самый любимый мотор Это последний трушный мотор Выпущенный Мерседесом 6,2 атмосфера 517 лошадиных сил И, по-моему, 680 моментов Сиденье Рикарки, да Красные ремешочки Это просто анрил какой-то Это просто нереальный автомобиль Да, я залазить в машину не буду Сиденье здесь Рикара Думаю, жопа у меня здоровая Блин, не хочу Как бы Я был бы недоволен Залез в машину Если бы это была моя тачка Да, поэтому я сейчас Пальчиком нажму на педаль тормоза И пальчиком нажму на кнопку запуска Газовать не будем тоже Потому что машина не наша Она холодная Машинки эти люди Что-то прогревали Блин, я бы, собственно, С удовольствием Пожал бы руку А он бы, может, в ответ Меня прокатил Хе-хе Пошел ты нахер, козел Руль салькантарка идет Руль подспиленный Черный потолок В принципе, аутентичный автомобиль Я бы сказал, да То есть там много опций Здесь нет То есть Из всех опций, да Которые вот Серебристые кнопочки идут Там есть только Выключить Трекшн контроль Ну, в этом автомобиле Нахрен не надо ничего Здесь есть двигатель Есть коробка Есть колеса Есть Ricard Все Все фильмы такси смотрели Где На Peugeot, чувак Якобы на быстро Разрывает Серебристые мерседесы Да, мы сейчас пойдем смотреть Волчка Погнали Нормально в стиле тогда? Гроза французских таксистов Волк в овечьей шкуре еще их называет Дин Скажи, пожалуйста Что это автомобиль делает у вас? Что вы с ним делали? Как обслуживание? И все, все, все Что знаешь? Это автомобиль нашего клиента Он у нас хранится Конкретно по этой машине Мы делали обслуживание Силового агрегата Все мерседесы Мерседы страдают Течами масла Переуплотняли Устаняли течи Ремонтировали проводку С коробкой Немножко была работа Он просто Находится у нас на хранении Сейчас У нас был опыт С такой же машиной Которая До рестайлинговая И эта машина Была Куплена владельцем Новый В 90-х годах И Потом Продана своему другу И друг ее Переделал Рестайлинг Задача у нас была Как раз вернуть И оригинальный внешний Дрестайлинговый вид Там было очень интересно То есть помимо того Что мы столкнулись С деревом Которое нужно было реставрировать И мы отправляли Его за границу Потому что здесь мастеров Хороших мы не нашли Мы Собирали И комплектовали Вот это Ранние Соответственно Элементы Капот Крышка багажника Восстанавливали бампера Покупали фары То есть одна фара Может на волчка стоить Где с половиной три тысячи евро Это новая или нет? Ну это будет Даже можно новую найти Но ты ее можешь полгода искать Даже в Германии То есть их сразу Забирают с руками Потому что там отличие Что они хромированный отражатель Ну то есть сейчас Как мне кажется То есть А у этого хромированный отражатель? Да Ты волчка Можешь купить А я понял То есть там Ну собственно Ты покупаешь его ради вин номера Где написано 124 036 Да 036 Это значит волчара Это значит Вот это как раз комплектация Да Это был 8-5 литров под капотом 326 лошадиных сил И потом тебе надо выяснить Не перебиты ли там стаканы И не вырезаны ли эти номера Это вот на этих машинах Это нравится Да? Чем-то гистотой или что? Ну их там скорее вот как бы меняли То есть там сразу смотрят сварные швы То есть эксперты прям знают Какой герметик Как должен положен Какие сварные швы должны быть То есть эта история в 90-х была очень как бы Развита и популярна Ну и если ты купил действительно хорошую машину Честную машину Ты начинаешь вот собственно Этот процесс ее восстановления и реставрации Кожа у него своя Которая там до сих пор выпускается фирмой Реликейт Которая делает и для Порше И для Мерседесов У них там есть каталог Ты можешь заказать Вот они начали новодельную делать кожу Из которой ты можешь пошить вот это вот именно тиснение И сиденье восстановить Но это все такой процесс творчества Слушай скажи пожалуйста Это аэродиски Да по-моему Ну это диски не от этой машины Это 210 кузов У нее должны быть стоять так называемые ромашки Такие кругленькие 16 диски Поэтому они все Они все вот условно говоря претерпели уже какой-то тюнинг И тюнинг в 90-х был беспощадный Врезанные микрофоны в кожаные вот эти вот во всякие консоли В торпеды И ты потом берешься за голову Как тебе эти дырочки от светодиодиков От лампочек заделать Как восстановить это дерево Где найти панели Торпеду Вот это поголовно Это не наклейку с парка отодрайв Это что комфортный доступ у них? Ну это свет Ты что? У них же на ключах были светодиодные индикаторы Да, красные штучки Инфракрасный порт Да, посмотри сюда На багажнике такая штука есть Это что надо было сделать? Что поднести ключ И как этот инфракрасный модем Вот направить на приемник А сейчас не работает сранит Ну, наверное нет Ой, пожалуйста Ну и не нужно У нас есть оригинальный дилерский каталог по волчкам Здесь как раз видно двухцветная краска Серая листва Это на даристальниках серая листва Что? У статаровых тоже, да? И молдинг И бампер свой Вот все варианты, пожалуйста, обивочки Где второй по седьмой год А вот самый фетиш они не показали Фары с хромированным отражателем Именно у волчков Я в туалете Посидел бы с этими картинками Почему все страницы слиплись? Но 240 киловатт 480 ньютон-метр Что-то еще у нас тут написано По-немецки не понимаю Трахан за попман Только знаю выражение Это у нас Ристальнинговая машина До ристальнинговая Так она должна была выглядеть, да А это тоже так и должна была? Или это ристальнинг? Нет, это уже ристальнинг А, листва у меня 140-й как-то было Ну, то есть вот у тебя оранжевый поворотник А, оранжевый поворотник У тебя отдельно стоящая решетка радиатора хромированная А он открывался без решетки, да? Вместе с решеткой, но она отдельно деталью А здесь она у тебя в составе капота Утопленных капот Ага Листва определенного цвета По определенному каталогу там сочетания Короче, можно было, да, выбрать из материальчик Туда-сюда Блин, бомба, да? Цвет битых оливочек А, и самое-то посмотри То есть у тебя ристальнинг 500Е Ага А есть у тебя ристальнинг Е500 Можно поговорить еще о стоимости этих бэйджиков Какие бэйджики? 500Е и Е500 А, оригинальные, да? Навали Ну, то есть 500Е ты должен поискать А что, нельзя так наебнуть и переведить местами? Нет, там разный шрифт, да А, да? Да Сколько стоит? Е500 Ну, по-моему, тысяч за 30 мы купили А нельзя типа эту фару взять было опустить в гореванику или в срань какую-то? Можно, но Типа не орига будет, да? Ну, ты же, вот у тебя где-то будет в глубине души понимание, что ты не все сделал до конца Будешь себя чувствовать, короче, как этот Один из тех Один из сотни, кто в Луэвитоне в метро катается Наверное, да Память сидений есть, прикинь Блин, класс вообще Я можно заведу, Дим? Дима добрейший души человек Блин, вот это пушка Вот это От Мерседеса Да, вот Нажимаешь Чуть нажимаешь Машина ходит Я просто в пол не нажимаю Машина не прогрета И, блин Чуть на газ нажимаешь Турелка валит Нормально так вот Поднимается Здесь, кстати, стоит оригинальный выхлоп И оригинальные катализаторы Слышишь? То есть он звучит правильно Слушай, а тогда уже диски были, да? Ну, нет, здесь стоит тоже магнитола не оригинальная А у них Блаупункт стояли? Ну, нет, не Блаупункт У них стоял Беккер И у Беккера была магнитола, которая называлась то Ли Мексико, то Ли Монако И в одном из самых последних версий этого Беккера была аудиосистема с диском Аааа Здесь Ченджер стоит Стоял за вот Ага Салам алейкул Дима говорит, что поставить телефон это стоило 30, стоимость от автомобиля Ахренеть Ну это в 126-ом кузове В 126-ом да Гасплассе Ахренеть Ахренеть Я помню, Nokia шла, а это в других машинах. Нет, там у них же была еще пред-GSM-ная связь, не помню, как она называлась, но там типа, знаешь, типа рации была история, что там стоял, сидел, телефонистка, ты запрашивал, говорил там, в каком регионе Германии твой абонент, и она тебя соединяла. Отдельный там железный ящик был в багажнике с усилителем, и здесь такая хорошая трубочка. Короче, волосы через месяц выпадали. Ништяк, ништяк, ништяк. Блин, рамка вот эта бабок стоит, да, тоже конских? Ну, стекло. У тебя должна быть на волшке тонкая нить обогрева. Видишь? А, у этих обычных толстых, да? Толстая нить обогрева. Блин, прикольный факт, я не знал даже. Хотел бы спасибо сказать людям, которые поддерживают машинки. Это Дима наш, да. В таких состояниях, вечно их апгрейдят, 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 не колхозным тюнингом, 90, слава богу, прошли. А возвращают их в первознанный вид, да, и спасибо хозяевам, которые платят за это, десятки тысяч рублей. В десятой степени, в сотой. Дим, а что это за красный у нас Chevrolet? Это Chevrolet Camaro первого поколения. Достаточно редкая тоже машина, вот именно первого поколения. Она в оригинальном виде, мотор там 5,7, немножко увеличенного объема, то есть сейчас там... Это бигблок какой-то? Это смолблок, так называемый. Объем увеличен, так называемый, строкер до 6,3. Механическая трансмиссия, мы на ней участвуем каждый год в Москве, есть быковая профессиональная трасса для дрэгрейсинга, и там проводятся соревнования среди классических американских машин. Вот она, в принципе, в прошлом году привезла в своем классе второе место. Я на ней выступаю, и мне удалось даже завоевать приз за самое лучшее время реакции. В дрэгрейсинге есть такое понятие, как время реакции. Это время от того момента, когда загорелся зеленый, и сколько ты там еще стоишь на старте. Самая быстрая нога на Диком Западе. Да, и вот она выступает в классе, так называемом, 13 секунд. То есть это машины, которые едут 13 секунд и дольше. То есть это 13? Нет, 13 как бы это... Квотер. Да, квотер. У меня был SRT, помнишь, компрессор? Там было 645 сил. Ты ехал 12. Ну, 11 900, да, там 90. Ну, короче, 12. То есть разница, чтобы вы понимали, секунда, а мощность, да, 300, 400 и 1000 секунд. Ну, как бы в дрэгере секунда, конечно, немало. И вот за эту секунду ты практически должен уже другую машину себе построить. Это едет 13,3, 13,5. Офигеть. Так, блин, Елита, атмосферный мотор. Атмосферный мотор. У меня 64 был на компрессор. А это еще карбюратор. Бомба. Она едет на сликах специальных дрэговых для клеевого покрытия. Пойдем, пойдем, быстрее. Это мой котенок маленький, Мирошка. Ты уж тоже в виду сейчас-то. Погнали? Давай. Итак, приехал мой эксперт, самый главный. Это мой сын, Мирослав. С Ешкой мы заканчиваем с Волчком и переходим к этой машине. Мирош, что это за машина? Гелендваген. А марка, что это, BMW? Нет. А что? Мерседес. Понятно. Красавец. Дим, это какой-то старый древний Гелендваген? Ну, почему он такой убогий немного? Не такой древний. У Мерседеса, у Гелендвагенов есть особая серия, которая называется Professional. Ну, там такой шильдик нам об этом говорит на переднем крыле. То есть, это версия, ну, скажем так, наверное, все-таки правильно назвать ее для всяких спецзаказчиков, типа государственных служб, еще кого-то. И они их продают просто всем желающим, кто хочет максимальной аутентичности. Слушай, а у спецслужб у них были эти двери распашные, да? Ну, это вот не говорят, что я тоже слышал, по-моему, это заблуждение. То есть, это все уже тюнинг ателье делают для всяких там охранных машин. Из завода они никогда не были распашными. А это вот максимально простая версия, то есть, у нее на 24 вольта стартер, два аккумулятора, у нее железная центральная консоль со всякими кнопками по спецоборудованию, лампа для чтения карт, механические стеклоподъемники, вот зеркала вот эти. А, лампа торчит какая-то прямо такая? Да, там вот лампа такая есть на носке для чтения карт, да. То есть, простой бампер. Я так понимаю, это под лебедку, да? Вот этот, наматывать. Круки, знаешь, у него? Это омыватель фарк. А вот это, ах, нихрена вообще загнуло. Конечно, барсунка. Я тут был в музее гаража особого назначения в Москве, и там стоит ельцинская такая машина. Она удлиненная, у нее только сзади кресло, а вот переднего правого нету кресла, чтобы... Да кожа или это? Не кожа даже? По-моему, там тоже, так как здесь тряпочный салон, чтобы он ноги мог вытянуть. Там опускаются стекла, и на стеклах есть такие лужементы, чтобы он можно было с ружьем поставить, ну, приклад и упереться. То есть, приоткрыть стекло и прямо из машины стреляет, для охоты машина. Такие же бампера, решетка, лебедка стоит с завода в бампере, всякие фороискатели на крыше. Ну, то есть, видимо, сделаны из такой же серии. И сейчас профессионалы делают или нет? По-моему, их заходят, их вот очень до последнего делали, и все за ними бегали, но, по-моему, сейчас уже закончили. Да, это на обычных штамповках стоит на железном диске. Штамповка, сзади там два раздела сиденья. Да, вот надпись G-Professional. Но при этом у нее брэмба тормоза стоят. Однако. Да, спереди, по крайней мере. Который не так просто купить ремкомплект, поэтому и сталкиваюсь. Не просто, да? Не просто. Офигеть. Это рация или что-то? Да я не знаю, что-то. Не, это уже какой-то улитченджер, да. Но просто, видишь, нашли место, куда его поставить. Ну, слушай, на самом деле опрометчивое место такое, да? Ну, я на оффродах ездил там, вон, с оффрод, с ПБ, с Юликом. И, конечно, там иногда ты плаваешь здесь. Да, у нас был Гелендваген один раз, в котором мы поставили оригинальный спойлер. А у него много блоков, тут здесь вот на задней стенке по бокам стоит. И с этого спойлера сверху подскала вода. И залила как раз по бокам все блоки. У нас, в первой зере, у нас 180 км в час. Такую скорость он никогда не разовьет. Здесь из горки только. Короче, использованы самые надежные и простые материалы у этой машины. Опа, залетаем. Привет. Это мой котенок, Мирошка. Так, давайте заведем этого зверя, да? О, хорошо. Я подумал, на секунду, что он на механике, прикинь. Блин, у Димки, конечно, да, все всегда, блин. Вот, окутано, замотано, блин. Пробега 47 тысяч. В километрах, да? Ну да, это европейская машина. Просто мили почему-то еще. Это, наверное, у всех, да, этих? Мили ставят цел. Один свет, подожди. О, все кондовое. Блин, охренеть, ребят. Еще столько какие-то позиции, да, у нее тут? Да, но там какие-нибудь эти маскировочные огни, наверное, включаются. С-3, а что такое С-3, С-1? Не знаешь, что такое С-3, С-1? Ну, это габаритные огни, которые включаются. Либо это оборудование. А это, наверное, зеркала на один, да? Да, да. Такая же. А, да, точно. Электропривод, зеркал, нифига шиканули. Так, это у нас идет коробка передач, я так понимаю. А вот это здесь кнопочки. Это индикация. А, они нажимаются, да? Это электро все здесь, я нажал? Реально стальная. Да. Да, Минь? Вот у тебя розетка по 12 вольт, вот розетка по 24 вольта. Ага. И за тобой подлокотники аккумулятора. Да, аккумулятор у нас. Вот он, сзади раздельный сиденье. А где аккумулятор? Сзади у нас. А вот, не заделый. А вот. Нашел его. Нашел? Да. Папа. Да, котенок. Можно я попробую багажник заесть? Не, не надо, Минь. Без ботинок. Не надо, это чужая машина, не надо здесь лазить. А то хозяин может посмотреть видео и будет очень сильно недоволен. Да, вот еще одно IG Professional. Вот у нас, Дима сказал, отдельный фонарик для чтения карт. Он крутится туда-сюда и вот изгибается по-всякому. Очень круто смотрит. Миро, аж сядь спокойно, пожалуйста. Не балуйся. Лампочка, зеркало, мафан. Это у нас что по заднему стеклу, подогрев заднего стекла. Эти кнопочки нажимать мы не будем, потому что не знаем, что это такое. Правильно, блядь. Прикольно, прикольно. И мотор ZHP? 3,2, наверное. 3,2 турбодизель V6. Это сколько сил чуток? 100? Около 200 или нет? Меньше, наверное. Нравится ли мне машина? Такая. Путешествие поехал бы за такое? Да. Потому что у нее очень большой багажник и в багажнике можно даже спать. А еще можно поставить палатку, да? На крышу. В какой момент он перегорается? А, ну да. Ты будешь путешествовать со мной, да? Да. Отлично. На пике. Хотел бы я поблагодарить Дмитрия. И не стыдно порекомендовать никогда такой сервис. Подписывайтесь на канал Папы. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!